Аркадные залы Я думаю, процветают они именно потому, что редки Есть что-то особенное, уникальное в аркадных залах И будет очень жаль, если они полностью исчезнут Я играю в Street Fighter на соревновательном уровне 15 лет И знаете, это самая лучшая игра Когда ты молод, ты ищешься новых соревнований К счастью, мне этого оказалось достаточно Чем старше я становился, тем больше погружался во все это У меня было много работ Я просто хотел заработать денег, чтобы потом пойти поиграть в игры Я был просто счастлив Но в конце концов, мне пришлось принимать ответственные решения И как бы мне не было тяжело, я перестал играть в игры Но сейчас я веду мероприятия Ну то есть, я пришел в качестве игрока И никогда раньше не организовывал никаких ивентов Как будто сама судьба открыла мне дверь и сказала Добро пожаловать Собирать всех вместе на постоянной основе Это ключевой момент Мы даем людям возможность стать активными Вместо того, чтобы сидеть дома Да, можно поддерживать игру и оставаясь дома Но поддерживать комьюнити Это совсем другое дело И мы делаем это дело Давая игрокам место для игры Находя спонсоров Готовы положиться в комьюнити Была проделана большая работа Это не один человек Не одна команда Это комьюнити За результатами нашей работы скрывается весомая интернет-активность Тут и Твиттер, и Фейсбук Введение турнирной и рейтинговой системы Мы также ищем и поддерживаем всех талантливых игроков И теперь устраиваем настоящее шоу Продолжается прессинг Крис по-прежнему пытается выйти на кара-бросок Он почему-то не миксит его И не использует свою позицию Он разрывает дистанцию Вместо того, чтобы продолжить прессинг И носить очень много дэмэджа Пользуясь ошибками противника Как сейчас Да, похоже он понял, что пора нажимать на прессинг О, мне нравится эта обманка О, какой красав Еще не убил, но очень близок Надо чем-нибудь добить Любой хит, вейкап Хорошо Да, не самый удачный выбор Сегодня вечером у нас состоится наш основной ивент Wednesday Night Fight По Street Fighter Arcade Edition 2012 И Street Fighter Cross Tekken После того, как мы все приготовим Установим PlayStation 3 и распишем турнирную сетку Я сажусь за свой ноутбук Посчитываю количество игроков И когда подходит время Я называю имена Записываю их в сетку И иду постить в Твиттере и Фейсбуке Что турнир начинается И где мы сейчас находимся Чтобы люди знали, что у нас тут происходит Рискованный тэг Почему-то не делает фулл паниш Ух ты, хороший ролл Смена позиций Серьезный минус на блоке Оу Отличный тэг Вот это кросс Как и в первом раунде Он разрывает дистанцию И пытается напрыгнуть джамп ином Итак, мне пора возвращаться на рабочее место Простите Хорошо Я всему научился исключительно в аркадных залах В любое время вы можете прийти в аркадные залы Я всегда ходил в аркадные залы Хотя консоли, конечно, гораздо удобнее Но если есть выбор, я играю на аркаде Даже если ивенты проходят на консолях У нас всегда есть возможность игр, в которые люди могут поиграть, пока ожидают своего матча И когда они проигрывают, они чувствуют, что проиграли человеку, который оказался лучше Дух аркадных залов заключается в том, что у каждого файтинга есть свое комьюнити, своя культура Люди в аркадных залах — это твоя семья, лучшие друзья и злейшие враги Именно это заставляет тебя становиться лучше, накапливать скил Успеет ли Кен накопить метр? На самом деле сейчас очень важно накопить полный метр Знаешь, я уважаю решение Ричарда сделать ресет И теперь у него достаточно метра, чтобы прессить Он очень силен, что, собственно, мы и видим Очень много фреймтрапит и неожиданно делает бросок О, здорово! Оу, оверхед, близкая игра Два оверхеда подряд То, чем мы занимаемся, показываем другим коммунам, как у нас тут все устроено Одно я знаю точно В любом зале аркадных автоматов можно найти Street Fighter Сейчас очень тяжело найти общественные места подобного рода, где бы не было Street Fighter Люди в Америке живут очень далеко друг от друга И зачастую не могут найти залов аркадных автоматов Поэтому, если ты хочешь с кем-нибудь поиграть Тебе нужно заранее договариваться о встрече Или связываться с друзьями, или еще что-то А в Японии тебе достаточно пойти в любой зал аркадных автоматов, чтобы с кем-нибудь поиграть Хотя консольная онлайн-сцена тоже достаточно обширна Я думаю, в противовес доступного мультиплеера в Японии, в Соединенных Штатах, именно консоли имеют больше приоритетов Если я серьезный игрок, я хочу стать лучшим И я готов играть снова и снова и снова И я уверен, что сегодня топовые игроки хотят того же Очень надеюсь Мне кажется, взаимодействуя с коммуной, можно добиться большего, нежели сам по себе Капком попросили меня помочь в организации ивента на Капком И эта просьба затем превратилась в предложение о работе Они сказали «Капком хочет заинтересовать своими играми как можно больше людей Мы думаем, что эта идея с комьюнити может стать весьма перспективной, если ее исследовать Вы, похоже, как раз тот человек, который хорошо понимает настроение игроков и который заинтересуется таким исследованием И я сказал «Нет!» Я люблю игры, и это здорово, но я учился 10 лет, чтобы стать профессиональным академиком Я собираюсь стать профессором и все такое, поэтому нет Тогда они мне сказали «Оу, между прочим, мы как раз разрабатываем новую игру, Street Fighter 4» И я подумал «Уф, Street Fighter 4» Потом они показали мне ранний прототип, и я такой «Ух ты!» Выглядит просто ужасно Но это была отличная возможность повлиять на развитие Street Fighter Не просто быть игроком, а стать частью этого большого партнерства И если бы я отказался, то, наверное, я бы не переставал думать об этом каждый день до конца жизни И я бы не хотел жить такой жизнью И если бы у меня появился шанс вернуть все назад и снова встать перед этим выбором Я бы все равно согласился Знаете, я так и не женился Я не знаю, что значит иметь жену Но, может быть, Street Fighter можно назвать моей женой, как бы печально это ни звучало Это не значит заниматься чем угодно или постоянно общаться с друзьями Это работа Это ответственность Это упущенные возможности Это достигнутые цели Тяжело не замечать каких-то мелких деталей и просто наслаждаться игрой Я провел множество игревых экспериментов Я поучаствовал в нашем общем профессиональном успехе Вместе с теми, кто разрабатывал игру С теми, кто ее обогатил Кто проводил тестирование Это были очень сложные взаимоотношения Мое отношение к комьюнити, несомненно, изменилось, когда я пошел работать в Capcom Я чувствовал, что на мне лежит большая ответственность И это заставляло меня усердно работать Люди 10 лет ждали нового Street Fighter В том числе я сам и мои близкие друзья по всему миру И я очень не хотел их разочаровать Благодаря сету у Capcom открылись новые фантастические перспективы В соревновательной составляющей Street Fighter Такие, как организация файтинг-клубов Благодаря которым у Capcom появилась новая ниша Где они могли представлять свои новинки и отслеживать реакцию публики Я думаю, комьюнити это не какое-то отдельное подразделение Или какая-то маленькая коробочка в организации Или типа того Это... Это ваши клиенты Это люди, которые вас поддерживают Люди, которые делают игру более целостной Это мультиплеер Я чувствую, что мы приняли абсолютно верное решение Выдвигая отзывы людей на обсуждение игры Поэтому я и работал в качестве представителя комьюнити Головной офис дал мне задание Сделать отчет об игре на текущий момент И отправить его команде разработчиков Со своими замечаниями на текущем этапе Я сделал такой отчет для американского подразделения В то время я абсолютно не понимал всей серьезности ситуации Ну типа Эй, этот американец работает над одной из наших главных японских игр Сейчас привлечение западных сотрудников к работе Стало уже обычным делом При разработке японских игр Но есть и определенные проблемы Языковой барьер Культурный барьер Барьер Ты сталкиваешься с какими-то абсолютно новыми барьерами Доверие команды можно завоевать только после того, как все отойдут от шока Кто этот парень? И зачем он нужен? Я думаю, они сначала не поняли, зачем нужен мой опыт Мои знания о Street Fighter И ты не можешь облажаться И дело не в одобрении, не в какой-нибудь формальности Это годами сформировавшийся фундамент Десятки тысяч часов, проведенных за игрой Анализом Разбором каждого аспекта игры И именно подобного рода вещи позволяют преодолевать культурные барьеры Я чувствовал, что команда очень умная И можно надеяться, что все, на что я жаловался Рано или поздно будет учтено при составлении курса развития В конечном счете, сам факт того, что я смог убедить их что-то изменить Это уже успех Многие аспекты мы поддержали все Например, фокус-атаку и как ее конфермить Была проделана большая работа Во время которой возникали и несогласия в вопросах разработки Street Fighter это, возможно, самое важное, над чем я работал Это немного грязно, но некоторые модели в 3D выглядят очень круто Однако хитбоксы 3D элементов при атаке были гораздо больше В отличие от других игр серии Street Fighter Мы дали людям возможность во время игры проще ощущать взаимодействие 3D моделей Они когда надо нажимали кнопку и что? Что происходит? Я вроде бы и не попал Вы знаете, их можно понять, но я был уверен, что они к этому привыкнут Взаимодействие 3D объектов это стандартная проблема 3D моделей Не думаю, что это признак плохой игры, но для меня в Street Fighter была такая проблема Мы вернулись к старой системе определения хитбоксов, которая использовалась в других играх франчайза И продолжали ею пользоваться в будущем Потому что этот аспект не должен страдать И не важно, насколько впечатляющей графику показывают современные технологии Вопрос не в том, как помочь Street Fighter укрепить свои позиции Я вижу, как игры Capcom расцветают И во многом это происходит не только благодаря Сету и его познаниям Глубоким познаниям о том, что делает соревновательные игры веселыми Но также благодаря растущей аудитории игроков Разработчики Capcom создают замечательные, фантастические игры Но это мало что значит, если у вас нет поддержки в виде такого большого комьюнити Тысячи людей, покупающие игры в первый день продаж и обеспечивающие бесценный фидбэк И это то, чего раньше не было, в старые времена По окончании проекта Street Fighter 4 команда вписала меня как специальный консультант Оценив тем самым мою работу касательно самых разных вопросов Технически это значит, что в составе самой компании я не состоял На самом деле главной задачей для меня было донести до мира мои знания о файтингах в целом И о Street Fighter в частности Раскрыть эту магию, показать, что эта игра может стать гениальной И я знаю, я знаю, что это просто безумие, когда находишь людей из разных стран по всему миру Когда это становится для тебя обычным явлением Ты получаешь шанс объехать весь мир В этом и состоит магия файтингов И ты хочешь испытать это снова Это делает файтинги не столько жанром, сколько культурным явлением Ничего подобного я в жизни не видел Это очень тяжело держать проект на плаву в течение 25 лет И это отнюдь не наша заслуга Не тех, кто создавал Street Fighter 1 А тех людей, которых Capcom собрала в единую команду Которые получили базовую игру и выстрелили на ее основе главный тайтл И это поистине достойно уважения Конечно же, таким успехом мы обязаны своим фанатам Но сейчас мы хотим взять Street Fighter и добавить в него такие техники Чтобы сделать его доступным для наибольшего количества людей Поэтому сейчас нашей самой большой задачей является скорейший официальный запуск Следующего номерного тайтла Street Fighter И вместе с новыми фанатами мы будем поддерживать к нему интерес Что касается меня, то если бы не было Street Fighter Я, возможно, не работал бы в этой отрасли Эта игра очень сильно повлияла на мою жизнь История видеоигр насчитывает уже много лет Но за все эти годы Самое большое впечатление на меня произвел именно Street Fighter 2 Поэтому если бы не было Street Fighter, то и Virtual Fighter сейчас был бы совсем другой игрой Street Fighter это словно доступный всем универсальный язык И ты чувствуешь, как он словно объединяет множество людей по всему миру У нас есть коммуна в Сингапуре, есть коммуна в Китае, в Японии, в Европе В Кувейте просто невероятная файтинг комьюнити Сомневаюсь, что если бы вдруг не было Street Fighter, то какая-то другая игра смогла бы так объединить людей Если бы не было Street Fighter, возможно, сейчас я бы вообще не был связан с играми Street Fighter это, пожалуй, одна из главных причин, почему файтинги существуют по сей день Я не могу представить ни одного файтинга в мире без Street Fighter Во-первых, старт был не таким впечатляющим Окей, он состоялся благодаря Street Fighter Честно говоря, я не знаю, чем бы занимался без Street Fighter Ну то есть, не только вещи в этой комнате зависят от Street Fighter, но еще и огромная часть моей жизни Я встретил много друзей благодаря этой игре И несколько лет назад один из моих лучших друзей сказал, что мне это очень-очень должно понравиться Он нашел замечательную косплейщицу Сакуры и дал ее фото И тогда я с ней встретился И вот, как я нашел любовь всей своей жизни Если бы не Рю и Сакура, мы бы никогда не встретились Street Fighter учит людей самосовершенствоваться Учит никогда не сдаваться Если ты проиграл в Street Fighter, у тебя есть опция продолжить Если у тебя есть время и ты наслаждаешься игрой Ты нажимаешь старт и пробуешь снова, чтобы стать лучше В истории видеоигр это самый важный и один из самых блестящих игровых шедевров Это настоящий игровой гигант Вот что я думаю Это самый важный файтинг в истории игр А второй самый важный Это виртуал файтинг Сейчас наша задача это Как шахматы Го и Шоги Сделать то, что займет свое место в истории То, чем вы сможете наслаждаться Нам нужна игра, которая сможет просуществовать 100 лет, 200 лет Сейчас существует столько игр, в которых пытаются скопировать общий стиль с незначительными изменениями И эти копии достаточно похожи на Street Fighter Но сам факт, что они в точности повторяют этот стиль Никогда ни к чему не приведет Это звучит уже как клише, но ничто не изменит моего мнения о Street Fighter Если провести аналогию с вселенной Какие-то звезды угасают, а какие-то остаются навсегда Ну да, натянутое сравнение Я не могу ничего предсказать, но одно я могу сказать точно Мое отношение к SF не изменится Я считаю, что Street Fighter идеальная игра Perfect Street Fighters turning terrorists? That's ridiculous There's no way you can ever become a criminal Ken is not a terrorist I'll let Ryu and Ken fulfill their destinies By staging the fight they've been in logging Ryu I'm getting tired of waiting Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok